Северный край Суздальского ополе, бывшее село Турабива. 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 Археологические работы не велись здесь с 60-х годов прошлого века. В результате были найдены сотни предметов разных эпох, от Железного века до 17-го столетия. Но главный сюрприз ждал ученых в финале раскопок. В Тайнинском саду, на подоле Московского Кремля, в подклете, то есть в подвальной части деревянной постройки, рубежа 14-15 веков, была обнаружена вот эта вот грестяная грамота, разорванная на кусочки. Древние тексты, написанные на березовой коре, находили и раньше. Как правило, в Новгороде. Там особенный грунт. Высокая влажность хорошо сохраняет органику. Московская почва более сухая. Большая удача, что грамота, пролежавшая в земле 600 лет, сохранилась. В руках ученых оказался документ, который мог пролить свет на один из самых малоизвестных периодов московской жизни 14-го века. Оказалось, что это самая большая древнерусская грамота. 340 слов. Грамота была разорвана на части. Археологам удалось сложить все куски текста воедино. Мы боялись ее потерять уже после находки, потому что вещи, которые прекрасно сохраняются в мокром слое, тоже дерево, вот мощные бревна, когда они попадают на воздух, они начинают очень быстро разрушаться. Грамоту очистили, сфотографировали. Завернули в черный полиэтилен, ведь на дневном свете чернила сразу воцветают. И положили в холодильную камеру. Только так можно ее сохранить. Расшифровкой занимались уже по фотографиям, чтобы не повредить саму находку. В итоге, через месяц кропотливой работы, ученые воссоздали первый хозяйственный документ конца 14 века, который дошел до нас в подлиннике. Это опись имущества некого Турабея, знатного московского вельможи, который, скорее всего, и был хозяином вот этой усадьбы, на которой эта грамота была найдена. И здесь его управляющий описывает имущество, которое принадлежало этому человеку. Этот список начинается словами «Осе, кони, Турабиева». И далее идет перечисление лошадей, домашних животных, коровы, валы, боровы, утвари, пивной котел, медное ведро, жестяной сканец. Ученые предположили, что это духованное, то есть завещание, по которому имущество распределялось среди наследников. Но кем был сам владелец хозяйства, упоминаемый в документе Турабей? По мнению ученых, скорее всего, он выходит из Орды. Это время, когда начинается переход многих ордынских вельмож на службу московскому князю. Там неспокойное время, там замятня, там резня. И люди искали лучшие доли и переходили к более сильному, более мощному покровителю. То есть когда-то Москва была маленьким уделом, маленькой частью огромной Золотой Орды. Но со временем вот это уже большое московское княжество стало большим и сильным государством. Список имущества наводил на мысль, что татарин владел крупным имением. На старых картах ученым удалось найти несколько сел с названием Турабива. Но в тексте мимоходом упоминалась Суздаль. Археологи предположили, искать вотчину Турабея следует там. Прежде чем приступить к работе, археологи тщательно изучают местность. Причем основные раскопки проходят в тишине архивов. Чтобы получить так называемый открытый лист, то есть разрешение на проведение земляных работ, археолог несколько месяцев проводит в библиотеке, изучая и рассматривая старые отчеты и карты. Где и что искать, решается здесь. Прежде чем начать какую-то работу, нужно узнать, что сделали до тебя предшественники. Иначе эта работа будет бессмысленной. В России археология как наука сформировалась в 19 веке. В Санкт-Петербурге открылась Императорская археологическая комиссия, которая начала заниматься раскопками официально. Она же взяла на себя заботу об охране памятников от кладоискателей-мародеров. Вот у меня в руках книга 18 века. Атлас российский, состоящий из 19 специальных карт, представляющих Всероссийскую империю с пограничными землями. Топографические отчеты царской России до сих пор главный план, на который опираются современные археологи. Если сейчас мы пойдем по этим картам, то очень многих объектов, которые здесь имеются, и на карте, и в описании, они уже не существуют. Но они были, поэтому любой археолог, археолог – это тот же историк, только историки имеют дело с письменными документами, археологи имеют дело с вещественными, то, что осталось в земле. Центр северо-восточной Руси – Суздальское поле. На древних картах оно располагалось между речи Оки и Волги. Эта территория была надежно защищена от вторжений лесами и реками. Сюда устремлялись славяне, спасаясь от набегов кочевников. Именно здесь находились древние поселения. Задача археологов – определить конкретные места. Поселения громадные, их суммарная площадь – более 400 гектар. Раскопать мы можем очень немного. Задача заключается в том, чтобы раскопки, как вы видите, медленный процесс, который требует большого времени, больших средств. И дальше задача заключается в том, чтобы выбрать то, что наиболее интересно. Поселения в средневековой Руси – это несколько десятков домов, которые, как правило, располагались у реки. Для защиты поселки окружались чистоколами, изгородями из толстых бревен. Окна в домах были небольшими и прорубались почти у самой земли. Так люди старались сохранить тепло в холодное зимнее время. Главная часть дома – печь, сложенная из камней. Трубы у очага не было, и дым выходил на улицу через открытую дверь. Рядом с домом обычно строили хлев – помещение, где содержали скот. Он не отапливался, поэтому в холодное время животных приводили в дом. Прежде чем начать раскопки, археологи тщательно изучают территорию. Выезд в поле с целью поиска памятников, предметов старины, которые дошли до наших дней, называется разведкой. Разведка может длиться не один месяц. Сэкономить время помогают новые технологии. Это методы, которые позволяют нам как бы заглянуть под землю без широкомасштабных археологических раскопок. И наиболее часто используемый такой метод – это то, что в науке называется данные дистанционного зондирования. А в просторечии – это аэрофотосъемка и космические снимки. Карты геомагнитной разведки – прекрасный ориентир для ученых. Темные пятна на карте – зоны геомагнитных аномалий. Они имеют зернистую структуру и четкие границы. Сильное магнитное поле – свидетельство того, что здесь могут находиться объекты, испытавшие воздействие огня, а также скопление печных камней и металлических вещей. Значит, здесь располагались многочисленные постройки и жили люди. Мы пытаемся понять, насколько плотно геомагнитные аномалии покрывают те участки, которые вот сейчас заняты нашими раскопами. И насколько, так сказать, совмещается та картина, которую мы себе представляли до раскопок на основании вот этой вот геомагнитной съемки, с той картиной, которую мы получили в раскопке. До появления новых технологий разведка предполагаемых мест для раскопок проходила в буквальном смысле на глаз. Археолог внимательно изучал местность, обращая внимание на любые мелочи. Например, черепки старинной посуды, выпаханные на поверхность земли. Вот такие черепки вот с такими характерными отгибами венчиков. Этот отгиб характерен для 12-13 века. Это время Андрея Боголюбского, всего-то большое гнездо. Вот в тот период, когда Суздальщина была заселена очень плотно, и огромное количество керамики производилось, билось, выбрасывалось, и вот сейчас лежит на полях. Так что этот материал очень легко позволяет найти поселения, определить их границы без раскопок. Когда намечено место раскопок, археологи готовятся к экспедиции. Полевой сезон начинается в мае и заканчивается глубокой осенью с первым снегом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежегодно в России снаряжают более полутора тысяч археологических экспедиций. Цель – исследование памятников древности. Памятники делятся на две группы – погребения и поселения. Погребения могут быть единичными, либо множественными. Их еще называют могильниками. В археологии различают курганные и грунтовые могильники. Остатки поселений – городище. Их отличают оборонительные укрепления. Селища, как правило, такими сооружениями не укреплены. Мы поняли, что селища аккумулировали огромный материал археологический, который мы научились читать. И вот в этом перемешанном слое, в этих неглуботих ямах, в общем, сокрыта масса информации о том, как было организовано, устроено это общество, как оно развивалось. Они промывают. Раскоп – основное место проведения археологических работ. Вся территория раскопа для удобства делится на квадраты. По углам квадратов биваются колья. Сначала археологи снимают дерн. Это верхний травянистый слой. Далее тонкими зачистками выбирают слой культурный. Так археологи называют почву, которая сохранила следы прошлого. Культурный слой может быть от одного сантиметра, как при раскопках памятников Палеолита, до двадцати метров. Такой глубокий культурный слой в городах Средней Азии. Чем древнее период, тем более тонкими слоями работает археолог. Иногда это не более квадратного дециметра площади в день. Так ученые постепенно двигаются к материку. Материк и есть цель роскопа. Это слой грунта, который не содержит следов жизни человека. Глубина материка зависит от толщины культурного слоя. Мы заканчиваем снимать культурный слой с хозяйственной ямы. Это уже материк. Что такое? Это бронза. Да, посмотрите. Найденные предметы древности археологи называют артефактами. Причем ценность представляют не только сами вещи, но и их взаимосвязь, положение в культурном слое. К примеру, эта древняя поясная пряжка из бронзы, скорее всего, принадлежала военной знати. Но никаких примет аристократической усадьбы ученые не обнаружили. Зато неподалеку нашли еще несколько интересных предметов. В одном из раскопов несколько дней назад найден кусок кольчуги и мраморный крестик. Вот это показатель того, что это не рядовые находки. Хотя место ничем не выделяется. Здесь ни валов, ни рвов, ни каких-то, так сказать, топографических примет, аристократические усадьбы. Но сам характер находок показывает, что это Сузельская знать. Это какие-то люди, которые занимали довольно высокое положение в социальной иерархии, воины профессиональные, потому что другие люди кольчуги носить не могли. Ранее считалось, что Суздальская знать и дружинники проживали в городах. А поле же считалось центром мирного земледелия. Откуда здесь профессиональные воины? Археологи предположили, что это место было стратегически важным для московского государства. Нужны какие-то дополнительные источники, которые смогут перекинуть мостик из XIV-XV веков в Кремле к XIV-XV веков в Суздаль. Такими источниками могли стать археологические находки. Моя работа встает в том, чтобы промывать землю, собранную на аэроскопе. Редчайшие ценности могут находиться и здесь, в отвале. Земля, снятая археологом с места раскопа, называется взвесью. Куча взвеси – отвал. Археологи вынуждены просеивать тысячи тонн грунта, чтобы не упустить ничего ценного. Мои коллеги, которые работают на аэроскопе, находят большое количество находок, в том числе совсем даже маленьких. Мне же остается находить только самые мельчайшие из них – это маленькие бусы, бисер, кусочки стеклянных браслетов, маленькие кусочки бронзовых украшений и так далее. Так что работа очень тщательно ведется на аэроскопе. И вот это действительно то, что у нас происходит, это уже ювелирное дело. Несмотря на все успехи современной техники, главным инструментом археолога по-прежнему остается лопата. Совковая, штыковая и саперная применяются в зависимости от массива грунта. Без садовых ножей археолог не обойдется при расчистке особо ценных находок и костяков скелетов. Метла и кисточки помогут при фиксации объекта. Мы с собой обычно носим минимальный рабочий инструмент. Это шпатель для зачистки, совочек, кисточка и оселок, который мы можем наточить наши инструменты. Работать всегда проще именно острым инструментом, тогда получается тонкий срез, чисто все и аккуратно. Все находки, извлеченные из-под земли, попадают в полевую камеральную лабораторию. Она расположена прямо в лагере. Материал поступает к нам вот в таком вот виде. Как вы видите, это все грязное в земле. Основная задача нашей лаборатории состоит в том, чтобы весь материал вымыть, почистить, в тех случаях, где его нельзя вымыть, и определить, что это такое. Каждый предмет специалистов фотографируют, зарисовывают, описывают. Обязательно указываются координаты места раскопа и глубина залегания в почве. Эти сведения нужны для точного датирования находок, то есть определения их возраста. Мы нашли вот фрагмент скелета какого-то зверя. Пока он еще не определен, это будут делать специалисты по костям животных. Сейчас вот идет его расчистка. Это, пожалуй, самая тонкая работа археолога. Расчистка только одного предмета может длиться несколько недель. Задача – извлечь объект из культурного слоя максимально ювелирно, так, чтобы не повредить его. Солнце, оно палит, и хрупкость костей повышается. Они начинают сыпаться, просто могут даже потерять свою форму и рассыпаться в мелкие крошки. Поэтому мы стараемся их беречь очень, для того, чтобы до ученых что-то дошло. Известно, что столичный вельможа Турабей владел богатой конюшней. В ней содержались кони – и гнедые, и чалые, и мухортые. Ученые столкнулись с уникальными сведениями по коневодству тех лет. Предметы конского снаряжения как раз примерно от того времени, когда герой нашей велестойной грамоты Турабей сидел в московском Кремле, здесь есть. Так что найдено всего около уже двух сотен средневековых вещей. Это ножи, части топоров, удила. Расшифровка кремлевской грамоты и анализ находок Суздальской экспедиции представляют огромную ценность для историков. На рубеже 14-15 веков Аполья – это не столько центр земледелия, сколько место средоточения военной знати, к числу которой и принадлежал выходец из Орды Турабей. К колонизации Супольского поля – богатейшая история, но лишенные имен. Имен нет, потому что очень мало документов ранних посуждали. Тут, значит, появляются имена. Мы можем, так сказать, связать конкретное село с конкретным человеком. Сегодня от села Турабьево ничего не осталось. Лишь каждый год тракторный плог выбрасывает на поверхность те или иные предметы древности. Пройдет еще несколько лет, и вот и все это изгладится, память места уже будет потеряна, деревья постареют, засохнут, будут вырублены, и, в общем, это будет уже другой ландшафт памяти Турабьево. Но пожелтевшие от времени строчки кремлевской грамоты – своеобразная защита прошлого от забвения. Территория России исключительно богата на памятники древности. Они представлены всеми периодами – от каменного века до позднего Средневековья. С каждым годом появляются новые методы и технологии. Колоссальный архив, который продолжает храниться в Земле, еще предстоит поднять по мере того, как будет развиваться наука. Продолжение следует... Субтитры пред TAX